привет друзья меня зовут геннадий я профессиональный декоратор сегодня у нас рубрика повторяем пинтерест это значит ребята что мы будем делать необычную стеночку сегодня у нас такая стильная пинтерестовская а-ля инстаграмная такая арт акцент на стена и это будет работа далеко не тривиальная я вас тоже предупреждаю что нужно заварить кофеек потому что будет работа очень творческая работа у нас будет да собственно говоря что я вам рассказываю вот она вот она вы видите вот такой у нас референс именно вот такие сегодня абстрактные облака такие акварельные облака из фактурной штукатурочки мы сегодня будем наносить на эту стену которая за моей спиной я думаю будет интересно но что друзья после такого предисловия мне кажется получилось очень интригующее так что можно приступать непосредственно к мастер-классу будем посмотреть погнали итак друзья начинаем мы конечно с чего с грунтовочки можно наносить валиком но я предпочитаю сейчас носить кистью вообще лучше валиком наносите у меня просто нет валика под рукой ладно уж признаюсь вам вот такой флейт я беру в принципе нормально тоже подойдет ванночку упаковал я сразу же в пакет чтобы можно было пакет просто потом утилизировать ванночка будет как новая сегодня у нас материал эти цианаты люкс это конкретно у нас материал для грунтовки кварцевый грунт марма фонда густой белый и сейчас будем его наносить нужно нанести просто равномерным слоем на всю поверхность классика на ведре читая с мраморной крошкой произношу скворцовый почему так не знаю друзья не забывайте что все материалы которые я использую в данном ролике вы можете приобрести по ссылке в описании в крупнейшем маркетплейсе страны озон так ребят грунтанули значит теперь оставляем это на 3-4 часа до полного высыхания дальше будет уже интереснее ждем высыхания так ребят дальше у нас идет вот такая декоративная штукатурка с волокнами соренто от тициана делюкс смотрите здесь у нас ведро здесь у нас прям волокна отдельно сейчас мы добавим просто высыпаем ведро и все замешаем такое фиброволокно сейчас я вам покажу вот так волокнишка выглядит вблизи это такое связующее вещество в этой штукатурки которая добавляет ей трещина прочности даже не знаю как это назвать то есть сама по себе штат штукатурка очень пластичная она на акриловой основе при этом в ней нет какого-то явного зерна но есть вот такое волокно которая придает ей эффект такого скрепления то есть одна одновременно и пластичная и держит трещины что немаловажно в некоторых условиях даже необходимо все сейчас замешаем будем наносить все объясню так ребят смотрите в общем отложила немножко материала остальное у нас будет белый и у нас будет вот такой второстепенный заколерованный материал для того чтобы подтонировать слегка мы будем использовать колер серо-голубой тициана микс и немножко колера черного смотрите тут нам важно что я просто так слегка ливану вот так и где-то четверть от этого черного вот так тут нам важно сделать немножко такого серо-голубого цвета который мы будем миксовать прямо по сырому прямо на нашей стене чтобы сделать такой некий подмалевок под будущую тонировку есть принципе можно даже вручную даже я немножко переборщил с цветом соответственно чуть-чуть еще белым я его разбавлю чтобы немного все-таки посветлее сделать видите материал прям хорошо колеруется то есть колер воспринимает отлично поэтому с непривычки можно даже переборщить можно даже вот в таком легком недомесе его оставить потому что мы все это дело будем размешивать на стене приступаем уже к нанесению значит ребят смотрите сейчас мы будем носить белый материал наносим тонко потому что этот материал позволяет сделать как тончайшее нанесение так и нанесение более плотная более толстая то есть он одновременно и пластичные может давать вам форму ту которую вы сами ему зададите в этом его большой плюс еще в чем его большой плюс ребята обратите внимание я вам всегда даю нюансы вот именно к этой работе какие нюансы эта работа у нас акварельная поэтому дальше мы будем работать такой полу дымчатой техникой и именно материалы такого свойства дают вам работать с акварельными техниками именно на материал такого свойства у вас нормально будет ложиться лисировка и именно материалом такого свойства вы сможете в конце регулировать эти перьевые облака вы потом все увидите потому что с помощью него можно делать прозрачность с помощью него мы отлично получаем акварельную лисировку та которая будет смотреться дорого красиво и художественно с другими материалами акварельные лисировки работают по-другому это вам не просто реклама ребят это вот конкретный подмечание такого нюанса именно про материал этого характера сейчас мы наносим по квадратам соответственно как всегда работаем кусочек на положили пол квадратного метра до конца с ним отработали потом как пазл пристыковываемся другим кусочком то есть всегда у нас как пазл никаких прямых стыков никогда не делаем пол стены на вытянутую руку потом устаем делаем верхушку это классическая ошибка новичков дальше я использую вот такой валик валик как вы видите ребят со средним ворсом он нам тоже понадобится мы сейчас будем добавлять один цвет то есть бесцветный материал точнее белые в его базе на него добавляем немножко серо-голубого миксуем растягиваем это по площади и после этого прокатываем еще валик чтобы оставить небольшую такую шагреньку шубку в разные стороны будем прокатывать чтобы вот это наше фоновое покрытие наш подмалевок фактура которая местами останется и у нас будет вылезать чтобы она смотрелась не просто однотонный ну как бы не просто монотонный да то есть чтоб на ней тоже был рельеф очень важно в художественных работах ребята чтобы когда вы отходите в первую очередь у вас была общая картина какая-то композиционная но и когда вы подходите вплотную чтобы там тоже читался какой-то рельеф какие-то штучки вот именно для этого я делаю работу валиком все ребят много слов я понимаю но очень важные я считаю моменты отметил теперь можно наносить а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребятушки, вот такой слой мы нанесли... Такой незамысловатый, слегка миксованный, с легкой-легкой текстуркой. Теперь ждем полного высыхания. Это минимум 5-6 часов. И дальше у нас будут уже интересные акварельные лессировки. Ждем высыхания. Так, ребяточки, дальше мы используем вот такой материал от Тициана Гразия. Это лессирующий состав, благодаря которому мы как раз будем добиваться нашего акварельного эффекта. Я уже отложил два маленьких ведерка, примерно по 0,5. В общем, нам понадобятся колера. Нам идеально подходит колер серо-голубой. Но при этом есть такие более тусклые, чуть-чуть с зеленцой проглядываются. Вот там, вот здесь, вот немножко. Такие оттенки. И для того, чтобы их сделать, нам понадобится вот такой колер Эвкалипт Тициана Микс. Кстати, хорошая очень в этой линейке подборка цветов. Мне нравится. Соответственно, черный колер сделаем, чтобы цвета не были кричащие, чтобы они были приглушенные и красивые. Благодаря этому они будут по итогу стильно смотреться. В общем, сейчас добавлю немножко черного для начала и туда, и туда. Потом уже можно добиваться колера. Вот, начинаю с черного. Сюда немножко. Сюда столько же. Смотрите, вот такой у нас цвет нейтрально-серый получился. И теперь, вот здесь такой же. Теперь уже можно добавлять сюда эвкалипт, а сюда серо-голубой. Эвкалипт пошел. Серо-голубой пошел. Так, смотрите, эвкалипт. Что-то у нас сам по себе колер оказался чуть слабее, потому что синий, который серо-голубой, он у нас уже дал такой достаточно насыщенный цвет, поэтому эвкалипта мы нальем еще. Прямо хорошо наливаю. Еще раз мешаем. Так, вот такой цвет у нас получился, но он слишком ядреный. А этот слишком яркий. Сейчас мы этого немножко добавим сюда, а этого немножко добавим сюда. И они как бы будут и ближе к друг другу. И благодаря тому, что этот у нас такой более грязного цвета, он приглушит вот этот яркую синеву. А этот сделает его, наоборот, поярче и чуть синее. В общем, такая манипуляция. Вот, смотрите, я отлил отдельно. Теперь этот сюда добавляем немножечко. А этот сюда. И мешаем. Так, ребят, по цвету мне уже нравится. Этот у нас синий, а этот такой, видите, грязноватый с зеленцой. Но они получились слишком ядреные, поэтому я их разбавлю чисто белым материалом. Лайфхак вам. Никогда не колируйте сразу же, если эта колировка вручную делается. Оставляйте немножко белого материала, чтобы им можно было разбавить. Мало ли вы переборщите, потому что материал сам по себе, конкретно вот этот лисирующий, колируется очень хорошо, колер воспринимает. Поэтому можно переборщить так слегка, как я это сделал. Но зато потом четко можно вернуть нужный тон. Сейчас сделаем посветлее, и будет прям то, что надо идеально. У нас получается вот такой синий и вот такой вот серо-голубой, с такой легкой зеленцой эвкалипта. Единственное, что, ребят, вы не воспринимайте их как краску. Они сейчас у нас будут растягиваться, и поэтому они будут гораздо-гораздо светлее по итогу. Так, ребят, наносим сейчас на стену. У нас будет здесь более 3 чуть более ярких пятна. Это вот здесь, и он как бы по диагонали идет. Здесь посинее, здесь посинее, и здесь посинее. Это будет такая центральная плавающая линия более синего цвета. И в разные стороны, туда, в правый низ и в левый верх, оно будет как бы расходиться более в эвкалиптовый цвет. Также у нас как бы и по референсу, по-нашему. В общем, вам понадобится вискозная губка. Это, ребят, обязательно, именно must have. Ее обязательно смочить водичкой, отжать, и тогда ей уже можно будет работать, разгонять наши цвета. Ну и, в принципе, все. Работаем небольшими участками, работаем как пазл, чтобы один участок входил в другой, и как бы максимально стараемся растушевывать. Если где-то мы хотим добавить более плотный цвет, стараемся это сделать сразу же и просто поменьше в том месте растушевывать. Если мы хотим вернуться и добавить цвета, то лучше тогда уже возвращаться в работу после полного высыхания. Тогда у нас будет цвет ложиться грамотно, красиво и хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова 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 четыре часа так ребят значит для работы с формой вот отложил наш белый соренто не колерованный и сейчас я его разбавлю водичкой до состояния такой условно густой сметаны потому что сейчас он прям супер супер густой а нам нужно сделать два варианта то есть один у нас будет белый без разбавления он будет у нас в тех местах наноситься где нам нужно побольше перекрыть разбавляем мы для того чтобы получить консистенцию благодаря которой мы сможем делать полупрозрачные хлопья что как раз и нужно в нашей технике чуть-чуть перемешал вручную теперь крышкой накрываю и просто хорошенько взболтаю так в общем такая консистенция вы видите да как 20 процентная сметанка такая тягучая но при этом гораздо гораздо разбавленнее чем было гораздо более податливый материал будет вот такой эскизик ребят я накидал просто поработал на тем что уже было на той картинкой с пинтереста я ее просто немножко композиционно под раскидал под именно мой формат так как у меня здесь определенная есть длина определенная высота поэтому чуть-чуть как бы техника полностью сохранилась но немножечко я видоизменил рисунок и в принципе это сделано специально что по этому эскизу сейчас нам отработать четко прям я понимал где что наносится ребят вам не обязательно это делать в компьютере вам не обязательно обладать художественным образованием но главное схематично хотя бы ребята обозначить где у вас будет вот эти белые перья хотя бы просто используете уже готовый референс да можете тупо за скринить вот он вот вот можно скринить и делать условно говоря так же как у меня все наносим на этом этапе ребят можете работать любым удобным для вас инструментом тут в принципе особой разницы нет я использую такой треугольный шпатель вы можете использовать все что угодно мы разбавили этот слой чтобы вначале отработать его на наиболее наиболее тонкий слой чтобы можно было снимать его где вы хотите на сдир и в этих местах он у нас полностью не перекрывал всю поверхность потом мы можем лессировка это все подровнять сделать эти перья и облака более округлыми после полного высыхания если мы будем делать не разбавленным материалом у нас уже сложно будет работать с этими белыми кусками так скажем потому что у нас уже она глобально все перекроет поэтому я и разбавлял и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Более абстрактный вид Субтитры создавал DimaTorzok Это примерно 2-3 часа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Short Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Туда тоже плавненько цвет должен нарастать То есть вокруг вот этих всех наших таких хлопьев, облаков и абстрактных объектов Вокруг них должна быть такая плавный-плавный переход, плавный градиент И сейчас с этим я буду работать Соответственно, где-то я добавляю больше такой зеленцой оттенка Но я его специально разбавил побольше водой, чтобы, так сказать, не переборщить с ним Потому что он немножко паразитный, с ним нужно быть аккуратным Он такую грязноту дает И синего я буквально чуть-чуть разбавил Но так будет чуть-чуть поудобнее работать, допустим, вот отсюда-сюда То есть мы с готового цвета будем залезать слегка вот на эти все моменты В общем, сейчас в работе уже все сами увидите Потому что именно на этом этапе уже делается финишная работа Это важно Ну и, соответственно, всегда держу под рукой эскизыч Чтобы как бы на него ориентироваться Где есть что, какие цвета и так далее Чтобы от композиции тоже случайно не улететь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...